Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мой муж после родов стал мне часто говорить, что я поправился. Называет меня неприятными словами, такие как слон, толстуха и так далее. У нас в отношениях в принципе не принято подобная ерунда. Я над ним не пооткруниваю и не издеваюсь. Я действительно поправилась во время беременности и сейчас нахожусь на диете. Но я не толстая. Мне нужно скинуть всего 5 кг до беременного воза веса. В идеале я бы скинул ещё 5 кг, чтобы быть совсем довольна собой. Как-то я начала смеяться. И он сказал мне не смеяться так, так как я ещё страшнее. Я в тот момент вспомнила смешный момент. Засмеялась, хотела с ним поделиться. В итоге поделиться не успела. Так как мне было вот так вот сказано. Он постоянно говорит, давай я сниму тебя на макро, посмотришь на твой прыщик, на волосы. Фоткать меня мне приглядом в виде. Потом увеличивает фото, показывает мне и смеётся. Что за фигня такая. Я сначала отщупчивал исколка, отвечал в ответ, иногда обижался. Тут недавно обнаручила в его профиле инстаграм, как он подписался на других девушек, каких-то звёзд, которые после пластики на спорте стриптиз. Они все выкладывают откровенные фотки в инстаграм. Вот тут у меня бомбануло. Я затаил обиду, честно говоря. Понимаете, да? Проблема вся. У меня нет ни на все настроения после этого. Если бы мне этого не говорил и потом мне эти подписки на девушек, то что бы было. Такая глупость на самом деле. Я вроде не страшно, но мне обидно, что без народов вот так ко мне относятся. Ещё я равно хочу сделать пластику, он против. Говорит зачем, что изменится, ты же замер. Он сам смотрит на других девушек, которые стали привлекательными после пластика. Я ему сказал о том, что меня волнует. Что он ко мне относится так, а сам подписался на других. Он сказал, что я больная, ревнуюсь, что он не гуляет и т.д. Вроде я понимаю, что это прям полная глупость. Но я прям засекнулся на этом. Так что мне постоянно болит голова от злости. Помогите, я правда не знаю, что происходит. Родила пять месяцев назад. Ну, если говорить о том, что происходит, то, пожалуй, я знаю, что происходит. То, что вы поспешили, наверное, с рождением ребенка. Вот. То есть в каком смысле поспешили? Поспешили в том смысле, что вы не до конца встали на ноги, так сказать. То есть вы не определились с тем, какая вы, а вы, вероятно, не достигли, не достигли в своей жизни того, чего вам хотелось бы. Вот. То есть, ну, например, что сложно вам как-то себя ценить, да? Как будто бы единственный, единственный способ себя как-то вот оценить это внешний вид. Пластик. Вот. Понимаете? И вот это, конечно, не случайно. Такая история у вас, на мой взгляд, происходит как-бы. То есть я бы сказал, что вот, ну, есть какие-то основания для этого, для того, чтобы вы вот так к себе относились. Чрезмерный упор на внешний вид, проблема с самооценкой. Это история про то, что вы не очень хорошо понимаете, где вы, не очень хорошо понимаете, какая вы, не очень хорошо отдаете себя в том, что вы значите. Ну, вообще, блядь, вот, что вы с ним себе значите. И когда у человека здесь такая вот проблема, то он пытается делать то, в общем целом, что делаете вы. Вот. К сожалению. То есть задача, как мне кажется, ну, ваша задача, как мне кажется, заключается именно в том, чтобы повысить вот свою самооценку. Поработать со своей самооценкой. А это значит, в первую очередь, обратите внимание на то, какая вы, на то, что вы из себя представляете, как вы себя репрезентуете и так далее. Это очень важно сделать с точки зрения психологии. На мой взгляд, в отношениях с мужем у вас этого нет. То есть, ну, как бы, совершенно очевидно, что он себя позиционирует как выше. То есть, он выше вас. Он позиционирует себя так, очевидно, на мой взгляд, ну, для меня, по крайней мере. Вот. А, и вы с ним сдерживаете свои чувства, да, затаиваете обиду. Вот. А, значит, как бы следите за ним, ну, то есть, в смысле, не доверяете ему. То есть, ревнуете его. Вот. Это всё история как раз про неуверенность, про заниженную самооценку. Может быть, про страх. Страх. И, конечно, некоторая неготовность к ребёнку. То есть, рождение ребёнка – это определённый кризис. Вот. И к этому кризису нужно быть готовым, об этом нужно знать. Вот. У вас, соответственно, ничего этого не происходит. И возникает, ну, как бы, такая история, что нужно вас агрессировать. То, что он делает – это агрессия. Вот. Агрессия возникает, в свою очередь, как ревность. Ну, в свою очередь, на основании ревности. Он ревнует вас к ребёнку, скорее всего. Вот. И, как бы, пытается вас принять. Таким образом. То есть, в целом, это отношение, я бы сказал, недоверительное. Между вами. Что-то у вас что-то не принято. Ну, очевидно, что маловато. Вы обговаривали вещей, которые не приняты у вас в отношениях. То есть, надо бы, на мой взгляд, несколько побольше. То есть, побольше правил каких-то, побольше того, что связано с вашими личными границами. Вот. По поводу того, что можно, что нельзя и так далее. Вот этого ничего вы не делаете. На мой взгляд. На мой взгляд. Вот. То есть, вы от мужества своего чего-то сделаете, он, как бы, этого не делает. Ну, то есть, вы ждёте, что он перестанет вести сюда. Да, не называет вас, так это, как он называет. Но не очень понятно, с чего ему конкретно переставать вообще. Да? То есть, как бы, ну, в какой стать ему переставать. Почему он должен переставать. Вот. Непонятно. В данном, в данном случае. Вот. Вот. Тут так. Поэтому, начинать нужно с вашей самооценки. Вот. С вашей уверенностью в себе. С отходу конкуренции и ревности в сторону своей значимости. И дальше уже на этих основаниях устраивать отношения с мужем. Попутно меняя модель коммуникации и с ним. Вот. На более взрослый. Более взрослый. На более взрослый. Более такой вот, ну, скажем так, конструктивный фарм. Вот. Потому что сейчас это больше деструкция. Обиды, подавленные чувства, да. Затаёмные обиды. Точнее, подавленные чувства. Вот. Муж ведёт себя просто как ребёнок. В силу того, что вы ведёте себя с ним как родитель. Вот. Ну, родитель ведёт себя в силу неуверенности в себя. Вот. Ну, родитель, в смысле, ведёт себя так, как в силу неуверенности в себя. Вот. Поэтому вам нужно работать вот именно над этими направлениями. То, что вы взорвались, это тоже следствие, ну, ваших подавленных эмоций. Вот. Теперь, что касается вопросов. Да, то есть, вот у вас, как бы, у вас два вопроса. Что это за фигня такая? Да? Это ревность вашего мужа к вам. Находим ребёнка. Вот. А, значит, его история про пластику, это скорее всего месть вам, он вам так мстит. Вот. И последнее, помогите, я не знаю, что происходит. Кризис в отношениях и, соответственно, нужны антикризисные меры. Ага. Вот. Начинаю с вашей, например, терапии, то есть, чтобы вы, вот, как бы, ну, сами занялись терапией, ну, психотерапией своей, хотя бы. Вот. Там уже можно и муж мужа привлечь, если он считает это проблемой. Ну, или просто заодно его взять. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok